Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Некрос. Мы продолжаем проходить Atomic Heart. Так, тут что тут? Давайте наверх поднимемся, глянем, что там. Подкова? Да, подкова. Теперь вниз-обратно. Правда, вылечиться, наверное, нужно. О! Доступ разрешен. Ну все, попался, говнюк. Это твой последний номер. Слышь, ты ублюдок! Спектакль окончен. А вот и ты. Вечно дышишь мне в спину. Где доктор? Лариса, она? Меня бросила, представляешь. Я даже не знаю, где она может быть уже мертва. А что с Молдовым? Неужели он поверит словам Сечину? Молдов мертв. Тогда все понятно. Что тебе понятно? Коллектив активирует. И на этом все кончится. Кончится? А что плохого в том, если все будут отдавать мысленные команды роботам? Блядь, ведь ты же, сука, сам создал эту систему. Потому что я не знал, как ее собирается использовать Сечина. Ну уж точно не так, как ты. Он не собирался никого убивать. Серьезно? Ты правда в это веришь? А с чего тогда эти мирные роботы кинулись крошить всех подряд? С того, что ты всех перепрограммировал. Да неужели? Господи, какой идиот! Ты хоть представляешь, сколько времени занимает прописать функциональный алгоритм действий хотя бы для одного робота. А тут их десятки моделей. Черт. А то, чтобы его режим был заложен в них еще на этапе конструирования. Другое дело, что никто не планировал применять его на территории СССР. И тут действительно постарался я. Но, уверяю тебя, то, что задумал Сечину, намного, намного хуже. И я просто обязан его остановить. Хватит! Мне надоел этот бред, который творится у тебя в башке. Ты сейчас же мне расскажешь, как навести робота в избиевого режима. Прости. Этого не будет. Еще как будет. Я все подготовил. Настой! Этот день должен был стать... Что я сказал? ...особенным для нас. День запуска коллектива я хотела сделать ей предложение. Символично, что это произойдет. Я не надеюсь. Где она? Стой! Руки! Передай это Ларисе. Блин! Сука! Свою мать! Блин! Ну все, пиздец. Блядь. Ебать ты, клоун. Вот теперь ты точно мертв. Сука! П-3 вызывает челомей. Прием. Наконец-то. Виктор у тебя. Петров покончил с собой. Довольно изобретательно. И... Я не смог этому помешать. Да что ж такое. Голова цела? Голова не пострадала. Лежит у меня под ногами. Сохрани голову, П-3. Я высылаю тебе специальный контейнер. Положишь ее внутрь. Автоматика все сделает сама. Ты ошибся. Ты ошибся снова. Ты ошибся. Ты ошибся снова. Ой. А что пчела пролетела? Ты будешь жалеть. Себя. Ты будешь жалеть. Себя. Себя. Дамы и господа. Добро пожаловать на наше изумительное представление. Сегодня вы увидите дебютирующую звездочку нашей программы. Девушка может немного стесняться. Номер до конца не отрепетирован, но шероховатости мы поправим в процессе. Впрочем, они только добавят шерохма. С невероятным удовольствием я прошу. Представляю вам нашу куколку. Но-то-то-то. Опа. Нифига себе. Ой. Больно? так ну тут надо перекачаться потому что эти эти скиллы не подходят нужен щит и на электризованность так сейчас мы с этим боссом справимся ну-ка оба опасно оба а 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 Ой! Вот это уже опасно. Ой-ой-ой. Надо вылечиться. Ого. 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 Нравится? О, сейчас опять эти будут. Штуки. Ой. Опасно. Что ты делаешь? Так, ну всё, почти победил. Ой. Ну всё. Всё. Сейчас тут просто молся, лады? Сынок, ты обыскал тело Петрова. У него при себе не было пары золотых колец с литерной маркировкой. Никак нет, Дмитрий Слегиневич, при себе у Петрова ничего не имелось. Понятно. Не теряя времени, направляйся в комплекс Павлов. Так точно, уже спешу. Жёсткий босс. Так, роботы всё, остановились. Босс. 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 Эй, ты! Да, ты с лицом, кретина. Иди сюда. Ты еще кто? Повежливее! Я Стефан Ласточкин, художественный руководитель театра имени Майи Плесецкой и гений, создавший здесь все это великолепие. Ладно, не важно. Просто оттащи мое тело ко входу. Когда явятся спасатели, я хочу, чтобы меня нашли первым. Мое великолепное тело будет на всех обложках. И не только в Союзе. Ну давай, туловище. Чего ты стоишь, как дебютант? Тебе директор театра приказывает. Так это ты тут все в бордель превратил? Ах, очередной тополобый ханжа. Я давал людям то, что они хотят и заслуживают. Все продаются и покупаются. И у каждого человека на душе висит ценник. Нужно лишь подобрать к нему способ оплаты. А не слишком ли ты охуел для трупа? Да ладно, ты что? Паскалил сумки? Какая восхитительная экспрессия плебея. Но запомни, мальчик, то, что ты показываешь характер, вовсе не говорит о том, что этот самый характер у тебя есть. Слушай, давай уже делать то, что тебе велят. Ты прислуга Сеченова. Тебе не привыкать исполнять команды. Мне уже неинтересно с тобой болтать. Так, сохраняемся. Тебе не привыкли. А знаешь, что бесит больше всего? Нет, товарищ майор. Кольцо! Ёбанное, блядь, кольцо, которое мне дал этот ёбаный Петров! Знаешь, почему меня это так бесит? Нет, товарищ майор. Вот и я не знаю, сука! Ладно. Нормально. А, я нормально, нормально. Так, нам в Павлов. Идея есть? Секретный комплекс Павлов находится на отдаленной территории предприятия 3826 Сахалин. Проложить туда пеший маршрут довольно сложно, учитывая большие скопления врагов. Я бы предложил передвигаться на транспорте. И, товарищ майор, самое время улучшить свой арсенал настолько, насколько это возможно. Будет не лишним поискать научные полигоны предприятия. А, ну всё, поплакались. Погнали дальше. Ну-ну, майор, как скажете. Сохранение данных. Нифига себе замок. Жёстко. А, назад вернулся. Вам понравилось представление? Приходите снова. Мы вам рады. Обязательно посетите нас ещё. Мы ожидаем новую партию удивительных роботов для вашего увеселения. Следующее представление будет ещё интереснее. Ожидайте продолжения через год. Я вижу, что вам понравилось у нас настолько, что вы не торопитесь уходить. Чтобы купить билет, пройдите через полье в Ассу. Посетите полье, пройдите в Павлов. Вы ничего не забыли, что делали. Придите в полье в Павлов. Покинь это место! Майор Петри, я жду вас в комплексе Павлов. К вашему прибитию всё готово. Бегу за всех ног. Для передвижения между научными комплексами рекомендую воспользоваться автомобиль. На поверхности произошёл всплеск активности ростков побега. Снаружи всё кишит култышами. Мутантами. А, култышами. Учту, это всё? Один вопрос. Филатовой здесь не было. Я понимаю. Вы не находили на теле Петрова «Золотых колец» два кольца с литерами «Бета-1» и «Бета-2» на внутренней стороне? Нет. Не было у него с собой ничего. Конец связи. Внучок, ты как там, касатик? Жив-здоров? А, баба Зина, давно не виделись. Да ни хрена я не уверен в том, что здоров. Но, по крайней мере, жив. Слыхала я, что ты всё же добрался до подлеца Петрова. Оперативно ты. Да, добрался я до него. Или он сам до себя добрался. Прежде чем я до него добрался. Ничего, внучок. Раз голова его у тебя, стало быть, скоро всё это закончится. И ты отдохнешь. Уже мечтаю об этом, баба Зина. А ты не против, если я загляну к тебе чайку попить? Заходи в любое время, касатик. Да, кстати, ты пока Петрова ловил колечек литерных, не находил часом? Две штуки. С виду на золотые, похоже. Нет, баба Зина не встречал. На трупе Петрова вещей не было. Ну да ладно, неважно. Ты, главное, береги себя, внучок. И заходи, если что. Почему вы обманули всех, товарищ майор? Предатель Петров отдал вам эти кольца перед смертью. Потому что все обманывают меня. Даже Дмитрий Сергеевич, чего я не ожидал. На каком основании вы сделали такой вывод? Сопоставил слова Петрова с фактом. Вас не затруднит объяснить по-другам. Петров сказал, что боевой режим был заложен в роботов еще на стадии конструирования. Что запрограммировать все модели он бы физически не смог. А ведь это правда, мать я. Почему вы так решили? Да потому что Петров с лентяй, с лопакой тряплой. Короче, программисту она не боится. А роботы дерутся со знанием дел. Он бы не смог запрограммировать их так, раз сам не умеет драться. Эта гребаная Наташа была вооружена ракетами. Откуда? Это же просто строительный робот. Петров не мог установить на нее пусковые установки. Он же не технолог. Не мог он процесс производства роботов ни взломать, ни поменять. Он ввел в заблуждение центральный узел, выдав ни в чем не повинных людей за солдата армии вторжения, но не больше. Так откуда у строительного робота встроенные ракетные установки? Откуда у гражданской дрофы встроенная пушка Гаусса? Откуда у сипухи пулемет? Да и вообще признаков полно. Просто я не смотрел на них так, как ты сказал, под другими углами. К сожалению, проанализировав ваши слова, я прихожу к аналогичному выводу. Тем более, что ваши подозрения оказались более реальными, нежели вы считаете. Это в каком смысле? В прямом. Послушайте запись. Я воспроизведу. Да какой ответственности вы говорите, товарищ Чеченов? Вы понимаете, что если в США узнают о том, что ваши машины способны по щелчку пунктов переключиться в боевой режим, то на вашем проекте можно поставить крест. К моему глубокому прискорбию я не обратил должное внимание на эти слова. Роботы способны переходить в боевой режим. Я бы считал, что это образное выражение, посредством которого Молотов предъявлял претензии академику Сечина. Ясно, что Молотов говорил буквально. Валерий Курсин с самого начала был в руси, что у советских мирных роботов есть в боевой режим. Значит, операция «Атомное сердце» действительно существует. Петров не лгал. Академик Сеченов вместе с Политбюро хотят захватить США и весь мир. Что вы собираетесь делать теперь? Думать. Храс, почему все так охотятся за этими кольцами? Вы о бета-коннекторах? Потому что они действующие и в то же время считаются несуществующими. То есть никто не докажет, что они есть? Даже коллектив после запуска? Особенно коллектив после запуска. Для коллектива те, кто будет подключен к нему через бета-коннекторы, попросту не будут существовать. А сами они будут видеть коллектив? В полном объеме. Носить бета-коннектор не сможет влиять на коллектив изнутри. Идельно для коллектива не существует. Но он будет в курсе всего, что происходит внутри коллектива. Как любой официально подключенный к нему человек или робот. А официально подключенный к коллективу человек или робот сможет при желании отключиться от коллектива? Можно же просто снять с себя мысль. Разве нет? Полагаю, что да, можно. Полагаешь? То есть ты не уверен? Или ты тоже мне что-то недоговариваешь? На эту тему у меня недостаточно данных, товарищ майор. В любом случае, ничто не мешает человеку снять с себя мысли. Этот прибор надевается на голову, а не импультирует девчатку. Это радует. Ой, тихо. Так, а там пчелы. Так, а, все нормально. Пчелы, я думал, восстанавливают робота. Так, тут сохранялка должна быть. А сейчас... Звездочка и рельсотрон. Доступ разрешен. Так, звездочка. Медленная, но бьет больно. И... И... Мы эту звездочку сейчас улучшим. Так, улучшение. Значит, повышение скорости атаки. Так, еще больше урона. Бонус энергии. Быстрее накапливать энергию при полном здоровье. Так, скорость атаки. Бонус энергии. Еще скорость атаки. Еще бонус энергии. Нифига себе. Жесть. 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 Так, и... Рельсотрон. Нифига себе. А быстро. Быстро бьет. Так, рельсотрон. Жестко. Так, сохраняемся. И дальше идем. А, тут как раз роботы. А, тут их много. Фига себе. И все. Ой, жестко. Смотри, сколько энергии. Просто всю энергию восстановил. Как тебе такое? Жесть. Просто испарился. Так. Погоди. Майор, оружие или способности. Сохранение данных. Сохранение данных. Так. А еще... А еще... Мы сейчас улучшим кассетник у звездочки. Так, и... Я оперкот еще улучшим. Играет музыка Так, и скиллы перекачаем Значит Щит Щит нужен Сейчас мы его полностью прокачаем Так, телекинез не нужен И полимерный бросок еще Прокачиваем Так Ну и лечимся щитом Петро, скотина больная Правдолюбец, долбаный мать его Сколько крови пролил, так теперь из-за него побеги мутил Вряд ли Петров хотел подобного результата Он не генетин и не селекционер Он не мог предугадать всех последствий сбоя Тогда нехрен было его устраивать Столько людей полегло А этим с побегами вместо башки Вообще пришлось умирать два Сначала от робота, а теперь вот от меня Моральная позиция Петрова не подлежит оправданию Тут я с вами полностью согласен Да нахрен Петрова, он уже сдох Людей жаль Я после войны служить остался Чтоб вот этого всего не случалось А тут Не исключай, товарищ майор Все так получилось Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, тут Сундуки А, вот, вот сундук И там еще А, вот, вот сундук А, вот сундук Сундук Ой Ой Тихо, 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 тихо Воа, воа, воа О, опасно Ой-ой-ой, опасно Оу-оу 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 Продолжение следует... Так, щит. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...